С нами на связи Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас. Снова с вами начинаем, так сказать, с денег. Но давайте сейчас разделим две суммы. 1 миллиард 850 миллионов, это в рамках уже анонсированной помощи, еще до приезда была озвучена эта сумма Владимира Зеленского. И 45 миллиардов, которые выделяются Конгрессом Соединенных Штатов Америки. Давайте сейчас разделим, во-первых, эти две суммы. И помогите здесь, наверное, разобраться, на какой период это рассчитано. И, например, если мы говорим там про 1,8 миллиарда, то в основном говорим про Патриот и комплексы J-DEM, Joint Direct Attack Munition. Соответственно, из 45 миллиардов, на какой период, за какой период они будут потрачены, так сказать, грубо говоря, на Украину и союзников по НАТО? И что подразумевается в виде помощи в этой сумме? Да, смотрите, чтобы тут проще разобраться, нужно нам понимать, что в начале этой масштабной войны, масштабного этапа этой войны, агрессии российской, американцы выделили тоже около 40 миллиардов долларов. Из них, как сказала правильно ваша корреспондентка в вашем сюжете, около 20 миллиардов, то есть половина примерно, уже потрачено, уже выделено Украине деньги или оружие, чаще всего, на эти средства. Поэтому получается так, что остается пока около еще половины, еще около 20 миллиардов долларов, которые продолжает эта администрация, на них выделяем дальше и дальше и дальше вот такими кусочками. 1,8 миллиарда долларов – это часть вот этой второй половинки, вторых 20 миллиардов долларов. Он больше, потому что последние разы там получали по 200, по 300, по 500, то есть практически иногда чуть ли не каждую неделю одно время получали. 1,8 самый большой, почему? Потому что «Петриотс», они дорогие сами по себе, и ракеты к ним очень дорогие. Я сам не военный эксперт, но слышал, что военные эксперты говорили, что каждая ракета может стоить 2-3 миллиона долларов, то есть, конечно, но каждой батарее нужен запас этих ракет, если уже их поставляют. То есть поэтому получается такой очень большой пакет, в данном случае 1 миллиард 800 миллионов долларов. Что касается 45 новых, то это новые, да, новые деньги, которые будут проситься не на определенный срок, а просто как бы на перспективу. И в ближайшие дни, может быть, еще даже до того, как придут новые члены, повады представителей Сената в Конгресс, которые получили свои места после последних выборов 2 месяца с лишним назад, они будут просить, вот дегистрация Байдена будут просить еще этих 45 миллиардов долларов. И все это, кстати говоря, еще не считая, например, Ленд-Лиза, по которому просто президент имеет право, например, передать часть Украине военной техники США, просто потому что ему такое право дал Сенат, ну, Конгресс США. И, опять же, это все не считая еще и, в принципе, тех денег, которые выделяются из других средств, например, по линии агентства международного развития и так далее. То есть это, в принципе, только вот такая вот беспековая, да, то есть помощь на безопасность и обороны. Уточнить, неоднократно я слышу такие вопросы, особенно людей, которые находятся за территорией Украины. Все-таки вот эта вся помощь, и Ленд-Лиз, и вот те деньги, которые мы сейчас обсуждаем, это фактические деньги, либо это конкретные статьи расхода на конкретные потребности Украины, кроме военного арсенала. И это деньги исключительно как дар, я не знаю, дар как инвестиции в будущую безопасность, будущую безопасность, как вчера президент сказал, вот помнишь? Либо это все-таки кредиты или другие определенные финансовые инструменты, которые нам придется в любом случае отдавать. Можете объяснить людям, которые это очень беспокоят? Ну, на самом деле, я бы не особенно беспокоился на месте людей, потому что речь идет о выживании нашего государства и выживании нашей нации. Поэтому, я думаю, на любые условия, которые бы тут не были, надо нам принимать. Потому что, ну, например, могу привести такую цитату, приводит эту цитату из уст нашего президента. Думаю, что, наверное, она так и было. Лидер демократов, который упоминался в вашем сюжете, Чак или Чарльз, или Чак Шумер, который спросил президента Зеленского, пока тут находился в Вашингтоне, а что бы было с Украиной, если бы мы не выделяли эту помощь? И якобы Зеленский ответил, мы бы проиграли войну. Ну, это интересный такой момент. Действительно ли была такая беседа, прямо ли дословно было такое сказано. Но просто так слово о том, что в данном случае, на каких бы условиях нам не выделяли эту помощь, эту поддержку, это оружие, нам нужно только благодарить, кланяться и радоваться. На самом деле, это помощь, это безвозмездная помощь. Есть и кредиты некоторые, но те суммы, которые мы с вами называли, это безвозмездная помощь со стороны США. В США пришли к выводу о том, что невозможно просто так спустить это нападение Путина на Украину. Оно нарушает абсолютно международный порядок, за который Америка стоит горой. Оно нарушает интересы Украины, которая является стратегическим партнером, союзником США. Оно угрожает всей Европе, европейским союзникам США. То есть затронуты и ценности, и интересы для Америки. Поэтому такие колоссальные суммы выделяются. Пока есть аппетит такой, пока есть настроение соответствующее американскому обществу, которые позволяют президенту, опираясь на них, выделять такую помощь. В этом смысле визит Зеленского, он во многом полезен для администрации Байдена, потому что Зеленский своим выступлением, своим визитом, он затрагивает правильные струны абсолютно, он апеллирует к политическому товариществу американскому, разным партиям, эстеблишменту, к прессе, к общественности широкой. И как бы поддерживает на высоком уровне, получается, эту планку поддержки США, понимание необходимости дальнейшей, долгосрочной поддержки США. Байдену так проще будет проводить этот новый пакет через Конгресс поддержки. Байдену так проще будет, и всем будет проще критиковать тех, кто может сомневаться или тем более выступает против оказания поддержки Украины. В этом смысле приехал Зеленский здесь как лидер свободной страны, которая живет, борется, бьется, и с другой стороны, он выехал как лоббист своей страны. Вот в данном случае он вместе с Байденом партнеры. Получается в этом деле выделение новых определенных сумм на поддержку нашей страны. И можно еще один акцент. Вчера как раз на это обратили внимание. Вопрос одной из наших коллег, журналисток украинского медиа, по поводу того, почему бы сейчас не дать всю необходимую технику, чтобы как можно скорее закончить, по крайней мере, самые серьезные военные операции на территории Востока Украины. Было обоснованный ответ, но хотелось бы ваше видение услышать. Вот это пролонгирование этой помощи, ведь мы понимаем, что это уже 23-й год имеется в виду, подразумевается. На основе опасений усугубления ситуации и в европейских странах, то, чего боятся европейские политики. Либо есть другие причины на это? Есть много причин. Да, это очень хороший вопрос. Спасибо. Его часто люди задают и интересуются. Я сам неоднократно интересовался этим вопросом. Дело в том, что тут несколько моментов. Первый момент – это то, что меняется постоянно список того, что Украине нужно. Понимаете? Начиная с 24 февраля он неоднократно менялся. Какие-то вещи, которые нам раньше предоставлялись вооружения, они потом уже и не так нужны, допустим. Появляется что-то новое. Поэтому невозможно заранее четко сказать, вот мы даем то, то, то и все, и исчерпали все, что мы можем дать. На самом деле так это не работает, потому что это очень динамичная повестка дня, динамичный список, который Украина постоянно говорит американцам и другим партнерам, что вот нам в данный момент нужно то-то, то-то и то-то, а не то, чтобы нужно было два или три месяца назад или, возможно, через два или три месяца после тоже понадобится что-то новое, что-то другое. Это первый момент. Второй момент – выделяя такими траншами, такими порциями эту помощь, американцы как бы подчеркивают неизменность их поддержки и оказывают психологическое воздействие как позитивного характера на Украину, что мы с вами, мы не дали вам все, что у нас есть раньше и больше ничего не дадим. И самое важное, наверное, психологическое воздействие на Россию, которое видит постоянно, каждую неделю, раз в две недели, выделяется какой-то новый вид помощи, какая-то сумма, какое-то оружие. Поэтому Украину не бросают одну, другие страны тоже подключаются и что-то передают. Это оказывает определенное воздействие на Россию. Они понимают, что Украина не осталась сама по себе, что никто не отказывается от долгосрочной поддержки Украины. Поэтому, конечно, выиграть в этой войне России будет очень сложно, если у них еще остаются такие надежды. Я думаю, что вот эти два соображения, они все-таки ключевые, как мне кажется, по крайней мере, в пояснении того, почему выделяется, может быть, не вся сразу сумма или не вся сразу помощь, а вот так по порциям определенным. И тогда давайте поговорим про конкретные уже известные единицы помощи. Правильно сейчас говорить, одна штука буквально. Итак, о чем речь? Зенитно-ракетные комплексы «Патриот» создадут эшелонированную противовоздушную оборону в Украине. Об этом заявил спикер командования воздушных сил, вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью «Радио Свобода». Овладеть работой на этой системе ПВО украинские военнослужащие способны легко и в кратчайшие сроки. По словам Игната, «Патриот» может на некоторых участках отогнать далеко от границ Украины российские стратегические бомбардировщики, которые наносят ракетные удары по Украине. Ну и вот здесь, знаете, сразу напрашивается вопрос, что нужно же понимать несколько аспектов. И вчера об этом тоже говорилось много, что, во-первых, нужна подготовка. И деньги, которые выделяются, в том числе выделяются на подготовке в третьей стране. Украинские военнослужащие должны научиться работать на ЗРК «Патриот». То есть это будет не завтра и не послезавтра. Это тоже нужно понимать. Далее критическая ситуация с критической инфраструктурой. Мы не говорим сейчас, ну, по крайней мере, я точно не слышал вчера в заявлениях о помощи на социальные объекты. То, что нужно элементарно по свету, теплу, воде и так далее. И вы упомянули ленд-лиз. Я уже сразу три вопроса в одном задам. Формально он начал действовать с 1 октября. А по факту, когда он заработает действительно? Начну с последнего вопроса. Позиция американской страны по ленд-лизу такая, что мы выделяем вам пока оружие на те средства, которые уже вот Конгресс ассигновал, на эти нужды. А ленд-лиз останется на тот случай, когда, допустим, эти средства вдруг закончатся. Или, предположим, ну, не дай бог, Конгресс не подтвердит эту сумму 45 миллиардов, которые сейчас будет просить Байден. Тогда вот включится ленд-лиз, потому что тогда своей волей президент США может сказать, передать Украине какое-то количество такого вооружения, такого вооружения, потому что он имеет такие планы мочи по ленд-лизу. Дальше, что касается патриотов, то да, к сожалению, вот тут точно можно сказать, что это, наверное, ошибка или слабая сторона американской помощи, что помощь часто запаздывает. Мы ее просим на сегодня, она поступает там послезавтра, на самом деле, через 2-3 месяца. И есть определенные сомнения, да, что вот если мы дадим это оружие, а не послужит ли это поводом для эскавации со стороны России. В последние месяцы уже, в общем-то, все убедились и в Украине, и в Америке, что Россия, по-моему, уже сделала все возможные шаги эскавации, ну, кроме применения оружия массового поражения, конечно. Поэтому, как бы, бояться этой эскавации особенно не стоит. И сейчас есть большие сомнения у экспертов западной, по крайней мере, по поводу того, что Путин все-таки отважится, может быть, в какой-то ситуации на использование этого оружия массового поражения. Поэтому можно давать, в принципе, Украине много такого оружия, которое раньше не давали. Реакция на поставки патриотов, решение, по крайней мере, о поставке патриотов, она очень нервная в Москве, как мы видели. Вот, уже заявляется, что там Америка является стороной конфликта, войны и так далее. Но я думаю, что эти заявления уже мало кого страшат или волнуют, или интересуют в Киеве или в Вашингтоне. Поэтому, да, к сожалению, если бы наших военных начали готовить работать на патриотах, с ними работать вот давно уже, может быть, в самом начале этой широкомасштабной войны, это было бы неплохо, потому что они бы уже имели этот навык, и в случае, когда политическое решение было бы принято, они бы сразу уже могли его использовать. Ну, а так, понятно, что нужно сейчас обучаться. Единственное, что, наверное, тоже нужно понимать, что будет экспресс-обучение, что это не будет многомесячный, стандартный курс, а это будет курс, который делается в обычном условии, когда нет никакой войны, и страна получает от Америки патриоты, не воюя ни с кем, не ожидая очередного ракетного налета. А в данном случае ракетные налеты идут один за другим, поэтому нам нужно ускорить этот процесс, и я думаю, американцы тоже это понимают, и наши военные толковые очень люди, которые показали за эти 10 месяцев, ну и раньше, в принципе, тоже, что они очень быстро могут усваивать разные новые виды вооружения и новых военных технологий, так что это будет ускоренный момент. Ну, единственное, что еще могу сказать по патриотам, хотя подчеркиваю еще раз, что я не являюсь, строго говоря, военным экспертом по военным делам, но нужно понимать, что все-таки у них тоже есть ограниченная дальность действий, поэтому нужно понимать, что пока мы получаем не огромное количество батарей, мы толком даже не знаем, сколько мы получим этих батарей, где они должны быть размещены, понимаете, если мы их расположим, допустим, где-то в восточной Украине, то они помогут перехватывать российские самолеты или там ракеты или цели какие-то, которые следуют с востока, но, допустим, могут и не доставать какие-то запуски ракет российских, которые будут идти из Беларуси или Черноморского региона. То есть тут такой момент, но в принципе нужно, конечно, больше патриотов. Хорошему нам нужен железный купол, который есть в Израиле, но, понятно, пока по разным причинам мы не можем на него претендовать, поэтому патриоты — это уже очень хорошо, плюс другие системы противовоздушной обороны, которые нам поставляют, и американцы уже поставляли, и другие страны некоторые поставляют. То есть нам на самом деле все сгодится сейчас против этих страшных налетов, ударов по нашей инфраструктуре. Но патриоты — тут тоже нужно будет четко определиться с тем, где мы должны их разместить, что какие пространства наши воздушные, они будут прежде всего оберегать. Потому что Украина — большая страна, поэтому одна какая-то батарея или даже пара батарей патриотов, они не смогут перекрыть, конечно, полностью наше воздушное пространство. Мы ожидали, какая будет реакция со стороны Российской Федерации, и она, в общем-то, долго себя не заставила ожидать. Такие сообщения уже теперь растирожиловали средства массовой информации после выступления перед Министерством обороны Путина. Он, кстати, высказался по поводу системы Патриот. Сказал, что системы Патриот старые, так заявил Путин. По его словам, они не работают, так как российские С-300, для справки, Патриот занят ракетный комплекс, который позволяет эффективно сбивать баллистические крылатые ракеты и беспилотники на средних и больших высотах. Впервые он был поставлен на вооружение в 1981 году, упомянутой Путиным С-300, тремя годами ранее, в 1978 году. Но также Путин, общаясь с российскими СМИ, заявил, что Российская Федерация стремится к завершению войны. Назвал войну войной, а не спецоперацией, хотя за это в России, в общем-то, уголовная ответственность. Давайте послушаем. Я уже много раз об этом говорил, но наша цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться. Да, и вот, учитывая то, что не то общение, которое ожидалось, ждали от Путина, да, он сузил свои возможности коммуникации, ну и, в принципе, все его цитаты, которые сейчас распространяются в средствах массовой информации, они достаточно неоднозначны, в том смысле, что они какие-то отчасти бессмысленны. О чем это говорит? Закончилась аргументация у Путина? Ну да, я согласен с вами. Интересный вопрос. Я думаю, это даже, я вижу три таких аспекта, на которых, может быть, нужно остановиться. Первый момент, что касается там С-300 или патриотов, их сравнения между собой. Ну, чего стоят российские С-300 мы уже увидели за многие последние месяцы, после ударов наших химарсов и так далее, которые абсолютно не способны перехватывать российские противовоздушные обороны. Плюс даже некоторые удары по военным цели на территории России, которые тоже были удачными для нас. Так что тут не только С-300, но даже более современные С-400 на самом деле далеко не так эффективны, как, может быть, Россия в это хотелось бы верить. Но плюс, я-то, кстати говоря, многие страны в мире, которые в свое время покупали обе эти системы у России, сегодня тоже задумываются о том, насколько они эффективны и не лучше ли все-таки покупать какое-то оружие у западных стран, которое более современное и более эффективное. Второй момент, мне кажется, насчет войны, то понятно, что Путин хочет закончить войну, но закончить на своих условиях и закончить на какое-то время, а может быть, потом продолжить, чтобы еще больше украинских земель захватить. Мы не наивные, мы это понимаем в Украине, это понимают и наши западные партнеры, по крайней мере, наиболее реалистичные из них, реалистично настроенные, которым не подойдет просто так мир ради мира, который на самом деле никакого мира Украине не принесет, который понимает, что для серьезного мира Россия пока не готова, для серьезных переговоров дипломатия России не готова. Подписывать какие-то соглашения на их условиях для нас это совершенно неприемлемо. Если бы Россия хотела закончить войну, она в любой момент могла бы это войну закончить. Это означало бы вывод российских войск территории Украины. Они к этому не готовы, поэтому, конечно, все разговоры о том, что они хотят закончить войну или готовы к переговорам, это просто такая дымовая завеса, это демагогия. Ну и последнее, что хочу сказать, это то, что в этом смысле визит Зеленского это очень сильный удар по Путину, который проводит больше всего времени в разных бункерах, а тут президент страны, на которую летят дроны и ракеты, массово спокойно отправляется не просто куда-то за угол, так сказать, в соседнюю страну, а летит за тысячи километров, общается на равных с лидером свободного мира. Это такой большой, большой месседж непоколебимости украинского народа. Вы продолжаете нас атаковать, но мы не сдаемся, но все еще тут, как сказал президент, Ukraine is alive and kicking, то есть мы живы, мы продолжаем бороться за свою свободу, и это как раз тот самый месседж, который такое неприятное впечатление наверняка оставляет в Москве, и наоборот, очень позитивное впечатление оставляет в Вашингтоне, потому что американцы очень любят тех, кто готовы сами за себя постоять, сами за себя повоевать, которые не сдаются, которые способны наносить врагу серьезные удары и контрудары, и в данном случае поэтому заслуживают американской поддержки в будущем. Очень короткое уточнение по поводу формальности, которую озвучил Путин, то, что сказала Ксения, что назвал войну войной. И справедливости ради еще раз напомним, что за это в России предусмотрена уголовная ответственность. Что это? Оговорка по Фрейду или это фактически уже признание спецоперацией так называемой действительно войной? Ну, во-первых, не думаю, что оговорка. Во-первых, я думаю, все-таки, если кто-то скажет эта война, его посадят в тюрьму, а если Путин скажет, что эта война, его, наверное, не посадят в тюрьму, поэтому тут просто разные, как бы, наверное, требования, критерии к тому, что можно вот Кесарю, как говорится в той пословке, да, Кесарю, Кесаревой, Богу, Боговой и так далее, что может сказать Путин, а что может сказать простой россиянин. А во-вторых, да, возможно, он уже подготавливает россиян к тому, что все-таки это никакая не специальная военная операция, а война, и нужно к ней серьезнее относиться, и она затягивается, и она будет требовать больших усилий со стороны российского общества, российской экономики, милитаризации российской экономики. Она, возможно, потребует новых волн мобилизации. По сути, в принципе, объявленной Россией частичная мобилизация так и не была прекращена, она продолжается. Мы это тоже понимаем, мы это видим. И поэтому, я думаю, тут акценты расставлены в основном для этого, чтобы все-таки россияне понимали, что речь идет давно уже не какой-то частичной, ограниченной и маленькой такой хирургической военной операции в Украине, а речь идет о серьезной, даже в масштабной войне. Поэтому, соответственно, уже, я думаю, в Кремле начинают формировать общественное мнение. Владимир, благодарим вас за это общение в эфире, за разъяснение. Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, только что был с нами на связи.